Говорит президент Международной Федерации Футбола господин Стэнли Роуз. Дань уважения великому футболисту, великому спортсмену Льву Яшину. Гурт Ланд Яшин. Каждое поколение болельщиков творит футбольных кумиров своего времени. В любой стране есть собственные любимцы. И лишь немногие спортсмены добиваются признания всеобщего, безграничного, единодушного. Последний матч Льва Ивановича Яшина стал событием для миллионов людей во всем мире. На прощальную игру летели из многих стран. Президент Международной Федерации Футбола господин Стэнли Роуз. Иво Виктор и Ладислав Куна из Чехословакии. Роберт Чарльтон из Великобритании. Тренер сборной Европы Гельмут Шон. И нападающий командой Федеративной Республики Германии Герхард Мюллер. Итальянец Джоцинто Факетти. Ругвайский вратарь Владислав Мазуркиевич. И каждый из этих выдающихся футболистов 12 стран мира, приглашенных на матч, считал это приглашение высокой честью для себя. За что же приходит человеку признание столь единодушное? Я думаю, что все, кто когда-либо видел игру Яшина, я в том числе, все мы можем сказать ему большое спасибо за то наслаждение, которое нам доставил, сказал капитан сборной мира Бобби Чарльтон. Яшин щедро одарен природой. Футбольный талант его неоспорим. Но каждодневную упорную тренировку он сделал нормой своего существования в спорте. Вот такие упражнения. Прозаические, регулярные, утомительные, физически трудные. Летом и зимой. 20 лет тому назад, когда он начинал. И в те дни, когда готовится к последнему выходу на поле. Тренировка обязательна для спортсмена. Это истина. Но он тренировался больше других. Он стал не просто хорошим вратарем, а вратарем мира номер один. И дело не только в личных качествах Льва Яшина. Рядом всегда были надежные товарищи. Футбольным премудростям учили знающие специалисты. В зрелые годы наставником стал Константин Иванович Бесков. Ну, сегодня мы с вами проводим необычный матч. Все раздеваются, готовятся к матчу. И постараемся, чтобы во втором тайме дать возможность также сыграть всем. Хочу оговориться, что, может быть, некоторым будет тяжело. Ну, в частности, Игорь Численко. Ну, может быть, сегодня и трудно будет Льву Ивановичу от одной штанги прыгнуть к другой, вытащить там из девятки гол. Но все равно опыт есть опыт, мастерство есть мастерство. И я думаю, что сегодня вы должны вместе с Львом Ивановичем продемонстрировать хороший, интересный футбол. А Володя ко второму тайму готовится пельгуй. Это уже сто процентов. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня тоже так подготовились к этому матчу. Настроились на игру. Как я уже говорил вам, на такую мужесть решительную. То есть нужно сыграть в полной силе. Ну, и хотелось бы, чтобы вы сегодня сыграли свой лучший матч. А какой матч был лучшим из тех, что уже в прошлом? Вот этот, в 58-м году, когда в Швеции сборная СССР встретилась с англичанами, впервые участвуя в чемпионате мира. Англичане не хотят мириться с поражением. Очень активен их центр нападения Кеван. Он действует напористо. Новый прорыв к воротам советской команды. Яшин устремляется к мячу, падает, его ударяют в лицо, и он выпускает мяч. Но был свисток. Судья не засчитывает гол. Вратаря ударили ногой. Сможет ли Яшин продолжать игру? Ведь по условиям турнира замена игроков не разрешается. Мужественный спортсмен не покидает поле. Некоторые журналисты недоумевали. Стоило ли оставаться в воротах с травмом? Ведь футбол все-таки только игра. Но Яшин не ушел. Для него этот вопрос и не возникал. А может быть лучшим был вот этот матч 10 июля 60-го года на парижском стадионе Пар-де-Пренс? Игра была трудной. Шел принципиальный спор с серьезным противником команды Югославии. За обладание Кубком Европы. Яшин вратарь нового стиля, писали газеты. Вратарь раскрепощенный. Он вышел за пределы узкой щели ворот на просторы штрафной площади. Полевые игроки спокойны за свои ворота. Когда в них Яшин. Советские футболисты выиграли тогда почетный приз континента. Первой на московской земле Яшина встречала его жена Валентина. Очень неприятно провожать. И потом, когда вылетает, оставаться одной, как-то тоскливая. Но он не любит, чтобы его провожали, когда он уезжает. Да, я редко очень провожаю, но встречаю каждый раз. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Сегодняшний матч дань уважения и признательности советского и мирового футбола нашему вратарю. Дубу Ивановичу Яшину. Замечательное мастерство Яшины сделало его первым вратарем мира. Впервые имя Яшины стало известно в 1953 году. Что тут будет? Что тут будет? Ну, я первый, кому модель. Большую благодарность. Мы его так называли, дядя Володя. Когда нас при заводе организовывала секция футбола двоцкого. Это дядя Володя Чечеров. Он тогда работал в пищевике. Он нас организовал. И сразу же меня почему-то поставил в ворот. Вероятно, из-за того, что я был выше других мальчишек, и мог брать верховые мячи. Наверное, самого такого высокого, что он мне поставил в ворот. И говорит, Лёва, ты будешь играть в ворот. Половина поля футболистов «Динамо» справа. Их ворота защищает молодой вратарь Яшин. Порвит по правому краю, и Яшин учитывается сразу же вступить в игру. Острое начало. Яшин почему-то прыгает мимо мяча, и Крыжевский спасает ворота. Все обошлось благополучно, а ведь мог бы быть гол. Константин Бесков был тогда капитаном команды. Надо сказать, что этот матч очень драматично складывался. То наша команда вела в счете 4-1. И игра Яшина до вот этого счета была так, все нормально. Потом вдруг произошел в игре переворот всех этих событий. И вдруг забивает нам второй гол, забивают третий. Вскоре забили нам и четвертый гол. Счет стал 4-4. Яшин волнуется, ведь игра еще не окончена. И заполнован тренер «Динамо». Тренер заметил о том, что что-то неблагополучно. То есть Яшиному надо произвести замену. Мое мнение, как капитана, было, что не делали эту замену. Ну, тренер, наверное, тоже так где-то разобрался. И замену мы не сделали. Этот матч москвичи выиграли у тбилисцев со счетом 5-4. Яшина не заменили во время игры. Он остался в команде. Он вообще всегда, не считая выступлений за сборную, играл только за один клуб. За московское «Динамо». В его составе он выйдет на поле и в последний раз. Московское «Динамо» будут приветствовать болельщики в матче с лучшими футболистами мира. Но, наверное, очень немногие из тех, кто сейчас стремится на трибуны, знают, чем кончился для Яшина тот первый матч. О котором мы только что рассказывали. Да, тогда, в 1950 году, Яшин остался в «Динамо». Но только на скамейке запасных. Не на одну игру, даже не на один сезон, а на три года. Три года за оборот. И эти долгие месяцы стали проверкой стойкости. Качество, которое через 20 лет привело к этому дню. К 27 мая 1971 года. КОНЕЦ 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 Сегодня, когда вы смотрите эти кадры, уже хорошо известно, как сложилась игра, каков ее результат. Тогда же, когда она снималась, все это было загадкой. И тысячи вопросов возникали у каждого. Задавать вопросы, как известно, привилегия журналистов. И они воспользовались этой возможностью за несколько дней до матча на специальной пресс-конференции. Каким, по его мнению, счетом этот матч закончится? Какие качества больше всего вы цените в футболисте, в спортсмене, в своих товарищах по команде? Господин Яшин, как вы относитесь к тому, что многие знаменитые футболисты мира, в действительности очень хорошие игроки, делают себе громадное состояние на своем, на этом спорте, на своем участии в футболе? Какое событие в карьере как футболиста считает Лев Яшин самым, так сказать, интересным, и который больше всего он вспоминает сегодня? Есть такое событие, которое он на поле или в других встречах вспоминает больше всех других, если так прямо спросить. Обычно журналисты задают такой вопрос. Расскажите о самом памятном, интересном матче. Вот на мой взгляд, мне кажется, что самым таким памятным, может быть, он будет неприятным. Но этот матч был в Чили с командой Колумбии. В Чили. Я вспоминаю игру. И у меня как-то даже до сих пор начинают побаливать старые раны. Вроде команда Колумбии не котировалась. Призовые места. Наша команда, Советский Союз, котировалась. И так получилось в процессе игры, что только начался второй тайм, и я с подачи Валентина Иванова забиваю четвертый мяч. И совершенно мы уже расслабились, стали играть расхолаженно. И вот этот матч, который мы с ней проводили в далекой Арике, сыграли ничью 4-4. Это, вроде казалось, была сенсация чемпионата. Затем вторая игра с чилийцами. Решал он очень многое. Пройдем мы сейчас в финал или нет. Играли опять же там у нас в Арике. И вот этот матч мы проиграли. 2-1. И вот в этом матче большинство наших журналистов отметили мою неуверенную игру. Эти, вроде как бы, легкие мячи, которые я пропустил, 2. Отнесли за мной, на мой счет. Самый трудный момент был, конечно, после чили. Потому что, видите ли, я хоть не специалист в футболе, но, в общем-то, столько лет рядом с футболом. И кое-какие ситуации, может быть, даже больше психологического порядка, более мне понятно, чем тактического. И Лев где-то, ну, как сказать, не пропустил, не выручил в этот момент команду. Он же является последней стенкой, последним защитником ворот. И остался виновным он один. Я не хочу его защищать, нет, совсем. А просто больше он сам чувствует себя виновным после этой игры. У него не шли тренировки, у него, он и не чувствовал, по-моему, потерял чувство мяча. И был очень удручен, очень опечален. Ну, в общем-то, это был самый печальный его момент в жизни, мне кажется. Ну, естественно, я переживал, мучился, терзался. И после окончания чилистского чемпионата я решил бросить футбол играть. 33 года было Льву Ивановичу в тот момент, когда мы возвратились из Чили. Можно себе представить, какое сложное положение было в те дни? Сколько, я не побоюсь этого слова, недоброжелателей высказывалось у нас везде и в прессе о том, что, мол, наступил закат Яшина, что Яшину пора заканчивать играть в футбол. Я не знаю, мнения бывают действительно разные, потому что он все равно оставался лучше всех тех вратарей, которые в эти годы играли. И даже спросить самих вратарей, я убежден, что они все равно бы ему отдали пальму перенства. Такой случай, когда действительно как-то здесь дел-то был не в возрасте. А вот чувствую, что где-то такое предвзятое мнение, что нужно человека из футбола освобождать, связанного главного уровня с возрастом. Моя точка зрения совершенно другая. Что из футбола уходит только тогда, когда уже теряет свое мастерство. Когда зимой я принял команду, и он так просто подошел ко мне и говорит, Константин Иванович, ну, а как же мне быть? Заканчивать или играть? Но я в то же время задал вопрос. Ты сам хочешь играть? Да, говорит, я хочу. Ну, поэтому, я говорю, ты играй. Это лондонский стадион Уэмбли. 23 октября 1963 года. Со времени чилийского чемпионата прошел всего один год. Льва Яшина пригласили защищать ворота сборной мира в матче, посвященном столетию английского футбола. Каково же было ему выйти на поле после всего, что произошло совсем недавно? Неудача на этот раз могла оказаться роковой. Яшин вышел на поле. Неудачи не случилось. Так может, именно этот матч считать легче? А через две недели наша команда играла в Риме с итальянцами. Авторитет Яшина, как неповзойденного мастера, был столь высок, что, когда итальянцы получили право на одиннадцатиметровый удар и капитан поручил пробить его Сандрино Мацолли, тот сделал протестующий жест. Он боялся. Еще до удара. Мы показываем вам этот момент дважды. Знаменитый Мацолло боялся не зря. Победа вратаря в этом поединке стала яркой страницей в истории мирового футбола. Яшин был достоин звания лучший спортсмен года, ему первому среди вратарей вручили награду золотой мяч. Но есть в жизни Яшина события, не отмеченные призами или грамотами, но тем не менее значительными. В Рио-де-Жанейро во время передачи по телевидению Яшину предложили встать в ворота, установленные в студии. Футболисты били ему три пенальти. Мяч не разу выбывал в сетке. Награду за этот феноменальный успех 8 тысяч Крузейра советский вратарь тут же в студии передал в фонд помощи Бразийским детским приютам. 21 год в воротах. В чем же секрет такого спортивного долголетия? Здесь секретов-то фактически нет никаких долголетия. Это очень много живых примеров долголетия в спорте. Взять даже сегодня таких спортсменов, как Тераванесян, и Чижова, да и Белоуслов Протопопов, которые сегодня еще выступают. Это не секрет. Это вот большая любовь, большое трудолюбие. Как вы говорили, понная отдача своих сил, даже сверхсил человеческих, даже сверх, я бы сказал, даже сверхсил. Но, наверное, это еще и умение учиться, готовность познавать беспрестанно. Яшин смог вобрать в своем мастерстве опыт лучших вратарей советской футбольной школы. Федора Чулкова, Владимира Никонорова, Анатолия Акимова, Алексея Леонтьева, Виктора Набутова, Алексея Хомича. Обратите внимание, сидит здесь 18 вратарей разных времен. И все это вратари одного клуба. То есть там, где начали, там и кончили играть. И вот в этой преданности, по-моему, глубокий смысл для молодых. помимо всех блестящих вратарских и человеческих качеств, его отличает одно, по-моему, из главных качеств человека вообще верность и преданность. Для меня большой радостью является то, что в какой-то мере я помог Леве стать действительно настоящим вратарем. Потому что с ним связано очень много интересных моментов. Но какие? Страшные были неудачи поначалу. Неудачи были страшно обидные. Но все-таки он нашел в себе силу воли играть лучше всех нас. Защищать честь Советского Союза за границей это большая, великая честь. Играть лучше всех. А в 71-м году он решил покинуть футбол. Решил сам. Никто не говорил пора уходить. Напротив, большинство считало, что он в отличной форме. И все же он решил уйти. Не потому, что не мог так, как раньше, а потому, что не мог лучше. Когда человек расстается с делом, которому посвятил жизнь, принято подводить итоги. 813 матчей, 21 год в команде «Динамо», 14 в сборной страны. 10 правительственных наград, среди которых орден Ленина. Это итоги официальные, есть иные. Специалисты обязательно скажут о новаторстве Яшина, о творчестве в спорте. Болельщики об удовольствии, которые он им доставлял. Наверное, благодарность миллионов людей есть самая большая награда. За талант, за труд, за верность. «Динамо» «Мỹ» КОНЕЦ 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 КОНЕЦ